С Востока Дальнего, 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 Далеко до Солнышка! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Монтолеман. Сегодня хочу поговорить о неожиданном примирении с функцией и какую роль в этом играет Китайская Народная Республика. Итак, ни для кого не секрет, что у КНР, у нынешней КНР, у Великого Китая сейчас одна из самых главных идей – это Великий Шелковый Путь, воссоздать его. Но Великий Шелковый Путь – это совсем не то, о чем у нас сразу в представлении появляется. Это не путь, где будут возить товары, там китайские тапочки, тряпочки. Это полоса, где Китай будет вкладывать в эту полосу деньги, и государства, которые входят в этот Великий Шелковый Путь, по идее, должны пережить рассвет. И совместно с народом Великого Китая должны двигаться к светлому будущему, к процветанию. О чем хотелось бы сказать в этой связи? Просто Турция с красным флагом тоже входит в этот Шелковый Путь. И занимает там одно из главенствующих мест, таких, знаете, приоритетных. И тут как бы бывшая тоже великая страна с красным флагом, ныне Российская Федерация, с Триколором, она как бы задумала и перессорилась с турками. Вот китайцы в ходе визита Владимира Владимировича и настояли на своем, либо упросили, либо что-то уговорили, но примириться все-таки с турками. Мое мнение такое. Пилота, конечно, жалко. Пилот исполнял свой долг в рамках контракта, подписанного с Российским Министерством Обороны. И долг выполнял честно. Его предательские, не позволив даже продемонстрировать героизм, предательские сбили сзади. Ничего не ожидал человек. Человек погиб. Получил звание Героя Российской Федерации. Турки тут же при примирении предложили дом. Родня отказалась. Я бы тоже, в принципе, отказался, потому что живого человека не вернешь никакими подачками, тем более от врага, которого, ну сколько, полгода поливали грязью, и по телевизору, и везде. Вот лично я бы согласился на этот дом. Если бы вся территория под ним, и под участком, на котором он расположен, стала бы территорией Российской Федерации. Прям вот анклав. Все, территория Российской Федерации. Я бы тогда действительно еще о чем-то подумал. Это было бы действительно таким, знаете, серьезным шагом. Я думаю, сейчас особо патриотичные туристы стартанут в Турцию. Ничего с этим мы не сделаем, потому что у нас как бы общество потребления, и потребителя он своего не упустит. Он попрет и в Турцию, и в Америку, и вплоть до, я не знаю. В Игиле будут дешевые путевки, и туда поедут. Итак, Владимир Владимирович, скорее всего, в ходе визита к Китай, подвергся дружескому разговору, в результате которого произошло примирение с Турцией. В турецком языке слова «извините» говорят «нету», сколько я не перечитал материалов по этому поводу. Ну, говорят, что извинился. Ладно, извинился, извинился. С турками мир. Черному знамени Ислама, которое сейчас там на Ближнем Востоке чудит, вскоре придет хана. Это уже все понимают, что они как бы ни крути, а государство им построить все равно не дадут. И черное знамя все-таки уйдет в небытие. Ислам будет олицетворять не черный флаг, а красный, красный турецкий флаг, красный флаг Китая и такой партнер с бело-синем, красным флагом Российская Федерация. Итак, хотите разобраться, что произошло с Турцией, взгляните внимательно на Китай. А я еще раз повторяю, что курение опасно для вашего здоровья, не рекомендую курить, сам мучаюсь. Всего доброго, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok